Здравствуйте, дорогие зрители! У нас в гостях политолог Алексей Мартынов. Алексей, здравствуйте! Добрый день! Алексей, скажите, пожалуйста, как в Москве расценивают заявление Пашиня на итальянской газете? В частности, о том, что Россия отдаляется от Кавказа и что Россия не хочет или не может контролировать ситуацию на Лачинском коридоре. Мягко говоря, там несколько другая была тональность, так сказать, и смысл сказанного гражданину Пашиня. Понятно, что сейчас такие смягчающие интерпретации идут. Вообще, откровенно говоря, крайне хамское интервью Пашиня на итальянской газете. Зачем он это сделал? Хороший вопрос. Есть много конспирологии, можно об этом порассуждать. Но, тем не менее, он прямо и достаточно недвусмысленно, без каких-то дополнительных смыслов заявил итальянским журналистам, что было большой стратегической ошибкой доверить безопасность Армении России на 99,99, это раз. Второе, его хамское заявление о том, что он завтра выгонит в окно и не увидит там Россию, имеется в виду, в Армении вообще. Ну, и оно такое развязное и, откровенно говоря, ну, неприятное интервью, если честно. То есть, я вот его видел в оригинале, специально перечитал несколько раз. И хочу вам сказать, что это вызывает такие неприятные чувства, тем более, что, ну, наверное, Пашиняну это неизвестно. Может, известно, но он забыл, что, скажем, если бы в 90-х городах Армения не оказалась под ядерным зонтиком России, Армении бы как государству не было бы сегодня никакой. Вот просто никакой. Армении бы были по всему миру, ну, как и есть, да, там и в России, и в Америке, и в Европе, и во Франции большая диаспора, как известно, да, вот. А в Армении их бы не было. Ну, то есть, и много таких вещей в перспективе, и в будущем, но Пашинян об этом думать не хочет. Что он думать хочет о том, о чем он, очевидно, договорился, и с, так сказать, Алиевым при посредничестве, там, американцев, европейцев. И, видимо, что-то уже в качестве аванса получил. Потому что по-другому невозможно воспринимать вот все эти келодобежения. Причем они откровенно носят ахамский и демонстративный характер. Ну, одна история с сегодняшней новостью о том, что первая леди, я имею в виду жену Пашиняна, она, так сказать, публично объявила о том, что собирается участвовать в Киеве в так называемом саммите вторых лиц, или там саммит первых леди, как это еще называют, там, мужей и жен и так далее. Это такой, знаете, шабаш собирается в Киеве под руководством Урсула фон дер Ляйен небезызвестной, небезызвестной ведьмой общеевропейской. Да, ну и там разные жены разных европейских лидеров, президентов и так далее. Повестка дня, там совершенно конкретно психическое состояние, так сказать, психофизическое состояние в условиях войны. Вот, ну, понятно, там и жена Зеленского, один из главных спикеров, сам, в общем, миссия Зеленский там в качестве приветственного. Также появилась информация, что губернатор будет направлена. Ну, слушайте, вот это вот, я же вам говорю, мы же с вами про интерпретации говорим, да, то есть, а тут бац, уже интерпретации. То есть, это не какой-то, ну, о чем говорить, это же не антироссийская акция такая, ну, в условиях сегодняшних всех мероприятий, да, и, в общем, Армения пока считается союзником ближайшим, и членом МДКБ, и Прозес, и всякое такое, получает от этих всех форматов очень много бонусов, да. Ну, вот, по крайней мере, почти 20% рост БВП в последний год. Ну, понятно, в условиях вот этой особенной ситуации, связанной со специальной моральной операцией, там, релокация бизнесов и так далее, но я вас уверяю, никакой бы релокации было бы невозможно, в том числе и релокации, там, налогов и денег, да, на территории Армении, там, всяких IT-компаний и так далее, если бы не было формата Евразества, ДКБ и так далее, понимаете, ну, то есть, прямая, прямая следственная связь, но, тем не менее, тем не менее, вот такое хамское и жесткое хамское поведение, зачем он обостряет, я не очень понимаю, я не очень понимаю вот этого всего, да. Да, и вот интерпретации идут в, там, естественно, в армянских медиа, гуманитарная помощь, которой лично, вот, привезет жена, там, ну, она, может, что-то и привезет, там, так сказать, пару коробок каких-нибудь просроченных концерт, да, Ну, главная цель – это общение в общем формате с Урсулой фон дер Ляйен и вот всеми присутствующими там, то есть, демонстрация флага, демонстрация флага. Ну, не знаю, на фоне еще одной новости, интересной новости, вернее, трех новостей, да, последнего времени, это в начале года Армения отказалась, опять же, решением Пашиняна, Пашиняна отказалась проводить плановые учения УДКБ на территории Армении, да, по взаимодействию, там, и так далее, вот. Вот, буквально вчера закончились учения УДКБ в Беларуси, где Армения отказалась принимать участие, военнослужащие Армении не принимали участие, и сегодняшняя новость, опять же, из-под офиса Пашиняна о том, что в ближайшее время планируется на территории Армении провести армяно-американские учения по взаимодействию, там, чего-то противодействие к каким-то там террористам, экстремистам, чему угодно. Ну, понимаете, это демонстративное хамство, вот, со стороны Николы Пашиняна, демонстративное хамство в сторону России, так сказать, столько, сколько Россия делала и делает для Армении, для того, чтобы Армения была, да, не делал никогда никто. Вот никогда никто в тысячелетней истории России и многотысячелетней истории армянской государственности и армянской древней культуры, понимаете. И вот подобным образом себя вести, ну, откровенно говоря, ну, неприятно. Причем это вот, это хамство, оно ощущается же не только на уровне, там, я не знаю, руководителей или каких-то, какой-то такой, ну, кстати, сдержанной реакции, в том числе в Кремле, да, вот сегодня Песков по этому поводу высказался. Вот о чем я вам скажу, потому что на высшем уровне была реакция. Ну, потом я вам скажу по поводу Карабахского вопроса. Ну, ведь, по сути, Пашинян Карабах продал, продал вопрос просто, кто бенефициар, кто, так сказать, покупатель, ну, кроме Алиева, да, много слухов входит о том, что там цифры даже называют, сколько там, 2 миллиард, 3 миллиард долларов. Ну, я, откровенно говоря, в это не верю, вот в такие безумные цифры и в какие-то такие простые схемы. Конечно, так сказать, это все гораздо, ну, сложнее организовано там, и, безусловно, турецкий интерес с Эрдогана и, собственно, стоящими за Эрдоганом британские спецслужбы, я имею в виду Ричарда Мура, директора МИ-6. То есть, и, в общем, его личная роль в разжигании очередной раз, несколько лет назад, Карабахского конфликта и, собственно, того итога, чему это привело. И, кстати, если бы Россия не вела миротворческий корпус, никакого Карабаха бы сейчас уже тоже не было, да. Ну, то есть, план был такой, быстренько раз-раз и все. Вот, но, тем не менее, тем не менее, с потерей там территории и с угрозой гуманитарной катастрофы сегодня, поскольку блокируется Лачинский коридор для гуманитарных грузов, а я вам обращу ваше внимание, да, и вот эти вот все заявления того же Пашиняна, ведь можно же по-разному оказывать гуманитарную помощь, да. Можно просто ее оказывать, я имею в виду, кормить людей таким образом, чтобы соблюдать все, так сказать, протоколы, и никто бы комар носа бы не подточил. Ну, к примеру, под эгидой того же Красного Креста или каких-то других международных гуманитарных организаций. А можно по-другому, демонстративно, понимаете, понимая, как будет реагировать ваш оппонент, да, что, собственно, и было сделано. То есть, нарочито с армянской территории, с армянским флагом мы везем еду и вообще никого не предупредим, ни о чем не согласовало. Конечно, естественно, так сказать, все там хороши, вот все до одного, понимаете, и эти, и те, и все. Но я вам скажу, если вы хотите людей накормить, надо людей кормить, а не заниматься вот этими вот, так сказать, просто слово не хочу этого в вашем эфире говорить, чтобы вас не подвести. Вот и все, вот и все. Это очевидно, это прозрачно, это видно на расстоянии, так сказать, многих тысяч километров, знаете. Вот, ну, к сожалению, к сожалению, вот так. Мы с вами, ну, может быть, не с вами, но с вашими коллегами как-то обсуждали в разных эфирах несколько лет назад, когда вот, так сказать, оппозиционный политик, депутат парламента Пашинян, да, там вот пустил себе вот эту бороду, повязочку намотал, так сказать, и пошел ходить там абсолютно технологично, изображая там новоизвестного персонажа времен Первой войны, да, там ассоциативный ряд. Ну, то есть было все понятно, что происходит. Мы коллегам армянскому говорили, ребята, вы поймите, вы попадаете в очень тяжелую ситуацию, вы очень плохо вот с этим совсем закончите. Слушайте, тогда нас смотрели вот такими глазами, говорили, что мы, значит, ничего не понимаем в армянской демократии, и что мы вообще, ну, замолчите, это наш выбор, не вмешивайтесь в наши дела. Ну, окей, мы не вмешиваемся, мы просто наблюдаем, с большим, так сказать, с большим, с большим чувством разочарования наблюдаем, как мы тогда были правы. Вот сейчас мы наблюдаем, в армянской СМИ появляется информация, что идет скопление войск на границе Армении, Карабаха. Как вы думаете, может ли быть новая эскалация конфликта или даже война? Я вам так скажу, так сказать, вот вся эта, все эти вот хамские выходки Пашиняна, ну, очевидно, его кто-то научил, да, тот же Мур, наверное, он любил, любитель вообще вот этих всех постановок. Кстати, обращу ваше внимание, недавно, недели четыре назад, Ричард Мур посещал Ереван и встречался с Пашиняном в Ереване. Я имею в виду директор Мишель, заместитель министра иностранных дел Его Величества. Вот. Не исключаю совершенно, что он стоит за всеми этими активами. Я предполагаю, что цель этого хамства, ну, спровоцировать Россию на некоторые, ну, руководители России, на некоторые эмоциональные решения. А раз вы так, то мы уходим. Вот встают российские миротворцы и уходят. Встает российская база в Гюмри и уходят. Встают российские пограничники на армяно-азербайджанской границе и уходят. Просто встают и уходят. И все. Вот я думаю, такой замысел был. И бросают. Ну, понятно. Потом, естественно, обиды всех армян уже настоящих. Я имею в виду большинства. Как же так бы нас бросили? А с другой стороны, там решают свои вопросы. Забирают, так сказать, что нужно кому забрать. И все. Это такое, понимаете, оно несложное, оно на поверхности. Соответственно, то, что вы говорите по поводу концентрации сил на границе, это все из этой области. Из этой области. Обращу ваше внимание, они так давно встречались с Эльхамом Алиевым. Причем они так регулярно посещают разные совместные мероприятия. То где-то там в Рюсселе, то в Молдову что-то поперлись оба, да? Такие два европейских лидера, да? Понимаете? Ну, со всем уважением к великому армянскому и азербайджанскому народу. Ну, мягко говоря, это, так сказать, не совсем Европа, да? Ну, тем не менее, помните, в Молдове они на каком-то там тоже шабаше с Зеленским потерли? Пообщались, оба приехали. Ну, странновато выглядело. Ну, вот мне представляется, что эти вещи скоординированы, и вопросы по поводу концентрации азербайджанских войск на армяно-азербайджанской границе и там в районе определенных населенных пунктов, мне кажется, надо задавать Николу Пишиняну. Я предполагаю, что он в курсе делов больше, чем мы с вами. Почему там это происходит, о чем он там с ним договорился и так далее. А это уже начинается разыгрывание очередной пьесы. Вот резюмирую сказанное. С чем связан кризис в армяно-российских отношениях и насколько далеко он может пойти? Ну, в России с Арменией кризиса никакого нет. Понимаете, его в принципе быть не может. Ну, если мы говорим об отношениях, о больших отношениях вековых Армении и России, армянского и русского народов. Россия и армян проживают больше, чем во всей Армении. Это известный факт. Понимаете, и я вам хочу сказать, что армяне-россии очень большие патриоты России. Очень большие. И, кстати, это вот надо просто отметить. Иногда даже стоит чему-то поучиться у армян России вот другим российским людям. Что касается сегодняшней Армении, ну да, действительно, там есть определенная часть элиты, которая вот, так сказать, разделяет эту линию Пашиняна. То есть надо все продать подороже, где-то как-то сложится, кто в Армерику, кто в Европу, кто еще куда. То есть они явно не связывают свое будущее с Арменией как таковой. Ну, другое дело, что вот это вот желание постоянно повышать ставки, да, вот в этой игре, и там поворачиваясь разными местами к разным, так сказать, заинтересованным людям, ну, оно часто приводит к фатальным последствиям. Поэтому я предполагаю, что ни у Пашиняна, ни у многих из его сподвижников никого политического будущего нет. А Россия, как была гарантом будущего безопасного развития для всех народов и стран Закавказья, так и останется такой страной. При том, что я бы здесь не выделял отдельно Армению. Это касается в равной степени Грузии и Азербайджана. Спасибо вам большое, Алексей. Спасибо огромное. На связи с Альфа-Ньюс был политолог Алексей Мартынов. До скорых встреч. Альфа-Ньюс